Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, точнее, не совсем как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Ну, во-первых, не совсем как обычно, потому что их две, во-вторых, не совсем как обычно, потому что этими главными мы заканчиваем вторую книгу Торы, книгу Шмот. Я надеюсь, вы все придёте в этот шаббат в синагогу кричать «Хазак, хазак, ве нит хазэк», о чём мы неоднократно говорили, что это значит. Парадоксально, как заканчивается, на самом деле, вся книга. Последние главы опять подводится итог всех сборов на строительство храма, возведение этого временного храма Мишкана. И заканчивается тем, что облако спускается на этот шатёр, и никто не может подойти к этому шатру, даже сам Моисей. Обидно, да? Ведь не забудьте, что строительство храма, как заповедь, была нам дана как знак прощения за грех золотого тельца. Мушер Абейну в очередной раз даёт потрясающий аргумент Всевышнему, почему не нужно учитывать еврейский народ. Он говорит, ну что ты хочешь, столько золота, серебра, драгоценностей они вынесли из Египта. Хочешь использовать по назначению, дай им заповедь, где они сделают свой проект, собственный проект. Вместе построим, всё замечательно, вымолил прощение, собирали, строили, возводили и так далее, а тут бац, и не заходи. Но что ещё парадоксальнее, что следующая глава, а точнее даже следующая книга, начинается с чего? И позвал Всевышний Мушек к этому шатру. Подожди, только что ты закрыл проход, а теперь ты позвал. В чём смысл? На самом деле здесь скроется очень важный урок, принцип, который пронизывает полностью нашу жизнь. К сожалению, мы устроим таким образом, когда нам что-то очень хочется, мы не можем, нам тяжело себя контролировать. Мы хотим это всё сейчас и сразу. На самом деле, с Золотым Тельцом было ведь то же самое, когда Мушер Абейну задержался наверху, мы пришли к Аарону и говорили, мы хотим Бога прямо сейчас. Вот дай нам прямо сейчас, нажми на кнопочку, и всё будет. Но говорит нам Всевышний, подождите, терпение. Мушер Абейну говорится, да, ты очень хочешь войти в этот храм, в этот шатёр свидетельства, увидеть плоды своего труда, но нужно терпение, нужно подождать правильного момента. Абсолютно тот же принцип заложен в самом начале мироздания. Ведь причина, почему нужно было строить храм, почему нужно было, получая Тору, потому что мы были выгнаны из райского сада. А почему мы были оттуда выгнаны? Потому что сделали грех древопознания добра и зла. Адаму вместе с Хавой нужно было подождать до шаббата. По тому мнению, что древопознание добра и зла, это был виноград, то нужно было подождать и сделать из него кедуш. Или это была пшеница, нужно было сделать халу на шаббат. В конце концов, Адаму нужно было подождать до шаббата, чтобы иметь близость со своей возлюбленной Хавой. Но со страстями сложно совладать. Мушарабейну знает историю, выучил урок истории. Он тоже мог бы пойти на пролом, вломиться в этот шатёр, и что? Ничего бы не произошло, мы бы опять же вернули в состояние изгнания из райского сада. Поэтому он ждёт. Он ждёт, когда Всевышний его позовёт. Этот важнейший принцип работает во всём. Он работает в бизнесе, он работает в семейных отношениях. Нужно терпение. Он позовёт, она позовёт, вас позовут. Главное – это не пропустить. Успехов! До встречи! Пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова